Библейский портал экзегет.ру представляет 13 глава книги «Второзаконие», читаю для библейского портала «Экзегет», перевод российского библейского общества. Ну вот у нас в 12-й был изложен принцип централизованного монотеизма, то есть поклонения единому Богу в едином месте, который избирает сам Бог. И здесь у нас продолжение этой темы, но продолжение как вот такие, знаете ли, не уговоры, а предупреждения даже скорее. Ну хорошо, скажут израильтяне, я в принципе не собираюсь служить другим богам, но мало ли что в жизни бывает. Вот все эти случаи здесь и разобраны. Если среди вас появится пророк или сновидец и пообещает знамение или чудо, и слова его сбудутся, то есть смотрите, не лжа пророка, вот он предсказал и все сбылось, а он при этом звал тебя идти за другими богами, за богами, которых ты и не знал, и служить им, не слушая этого пророка или сновидца. Это Господь, ваш Бог испытывает вас, чтобы узнать, любите ли вы его всем сердцем и всей душой. Ну то есть вы верны ему потому, что вы видели всякие чудеса, и вдруг кто-то другой покажет другие чудеса, и вы тут же все измените. Или вы его действительно любите, потому что мало ли кто дает предсказания, мало ли кто совершает удивительные вещи. Идите за Господом, вашим Богом, его бойтесь и чтите, исполняйте его повеление, его слушайтесь, ему служите, оставайтесь ему верны. А тот пророк или сновидец должен был предать, должен был быть предан смерти за то, что он говорил неправду о Господе, вашем Боге, и вывечем вас из Египта, освободившим вас из неволи, за то, что он призывал вас свернуть с пути, на которые вас наставил Господь, ваш Бог, искорените зло. Как же он говорил неправду, он призывал, давайте мы еще помолимся там Ваалам, Астартом, каким-нибудь другим богам. Ну что вы такие упертые, израильтяне, нельзя ли быть более терпимыми к другим религиям, нельзя ли вот, может быть, и им принести жертвы? Нет, нельзя. Ровно потому, что Господь здесь утверждает совершенно однозначно, что он бог этого народа, он единый бог, да, и, ну, как ему изменять в этой ситуации, да, речь не идет о нетерпимости к другим религиям, речь идет о том, что, собственно говоря, человек, выпадая из этого поклонения своему единому богу, он выпадает из этого народа, с которым Бог заключил завет, и тот, кто предлагает ему это сделать, тот, соответственно, лжет о Боге, да, он говорит, что это не так, что завет, заключенный с Богом, он на других совершенно условиях. Ну ладно, пророк — это человек чужой. Если твой родной брат или сын, или дочь, или любимая жена твоя, или друг дорогой тебе, как жизнь, станет тайно уговаривать себя идти и служить другим богам, богам, которых не знаешь ты, и не знали твои отцы, богам, живущих вокруг тебя народов, близких или далеких, населяющих землю от края и до края, не соглашайся, не слушай этого человека, не жалей его, не щади и не укрывай, убей его. При его казни ты должен нанести ему удар первым, а все остальные вслед за тобой. Забросайте его камнями насмерть за то, что он уговаривал вас оставить Господа, вашего Бога, который вывел вас из Египта из неволи. Весь Израиль узнает и затрепещет, ведь никто из вас не будет так поступать. «Жестоко, не просто убей, а забросай камнями, причем ты брось первый». Твой сын, брат, дочь, жена, близкий друг, ты самый близкий для него человек, бросишь первый камень. Конечно, всем сразу приходит в голову история из Евангелия от Иоанна, где Господь говорит, кто из вас без греха, пусть первым бросит камень. Но здесь другая картина, здесь вот того, кто уводит тебя из народа, того, кто уводит тебя от твоего Бога, убей первым. Это Ветхий Завет, это жестокие с нашей точки зрения отношения, но принцип, который здесь провозглашается, я думаю, сохраняет свою актуальность и сегодня. Ни в коем случае не побиение камнями, да, как казнь. Но твой близкий человек не должен тебя уводить от Бога, он не должен быть для тебя дороже, чем Бог. Если предстоит выбор, выбирай Бога. Вот этот принцип, мне кажется, он остается и сегодня важным, потому что очень часто люди... Ну, возьму более простой пример, там, допустим, близкий человек там занимается грабежом, а ты покрываешь его, да, ты прячешь украденное, помогаешь ему сбыть это украденное, ты не рассказываешь никому. Ты помогаешь ему в этом, ты соучастник в этом, ты сам становишься членом банды. Ну, и для как раз того закония отход от Бога и есть самый страшный грабеж, есть самое страшное преступление. Более того, но это если тебя кто-то вынуждает, да, а если тебя даже никто не вынуждает, ты просто об этом узнал. Все то же самое. Если ты узнаешь, что в одном из ваших городов, отданных вам Господом, вашим Богом, чтобы вы жили в них, какие-то негодные люди уговорили прочих горожан идти и служить другим богам, богам, которых вы и не знали, расследуй это дело, все выясни, расспроси получше. Если все окажется правдой, и среди вас действительно была осатурена такая мерзость, обратите внимание, все расследуй. Вот очень часто люди такого фанатичного склада ума, они ничего не расследуют, они что-то услышали, тут же проинтерпретировали и побежали громить. Допустим, побивать камнями сегодня мало кому придет в голову, а устраивает там скандал, особенно в эпоху социальных сетей, это запросто. Так вот, расследуй это дело, все выясни, расспроси получше. Не торопись. Если все окажется правдой, и среди вас была действительно осатурена такая мерзость, то убейте мечом всех жителей этого города. Но я решительно протестую. Весь город и все, что в нем, включая скот, предайте заклятию, поразите мечом. Всю добычу соберите на площади и сожгите город вместе со всей добычей, как всецелую жертву Господу вашему Богу. Пусть этот город навек обратится в безлюдный холм и никогда уже не будет отстроен. Пусть ничто из заклятого не прилипнет к вашим рукам. Слушайте, ну это невозможно считать. Я не знаю, что с этим делать. Нет, я могу это объяснить. Это запросто. Здесь фактически что нам говорит автор второзакония? Если эта мерзость завелась, ее надо сжечь огнем. Ее надо искренять. Не торопиться с жесткими мерами. Но если выяснилось, что это действительно пустило корни, то карантин. Вот когда эпидемия, объявляется карантин, никто не должен пересекать границу территории, где распространена болезнь. Ни внутрь, ни наоборот, наружу. Потому что если будут оттуда люди выходить, они разнесут болезнь. Если туда люди будут заходить, они заболеют. То есть болезнь нужно ограничить. Это то же самое. Это карантин. Ну карантин, извините меня, второго тысячелетия до нашей эры. То есть всех убейте, потому что иначе невозможно создать такие меры, чтобы этот город был изолирован. Тогда это было так. Более того, чтобы не было соблазна, очевидно, объявлять религиозные войны с целью обогащения, сколько таких было в истории человечества. Они все еретики, мы всех их убьем. А у них так много всякого хорошего имущества. Имущество-то мы себе заберем. Потом выясняется, что, собственно, потому они еретиками оказались. Очень частая история. Так вот, уничтожьте всю добычу. Вам ничего не достанется от этой войны. Войны Господа, они только бескорыстны. Потом в книге Иисуса Новина этих сюжетов будет довольно много. Они вызывают яркое возмущение до сих пор. Это я прекрасно понимаю. Мне неприятно читать эти главы. Очень. Никому неприятно их читать. Но Ветхий Завет такой. И текст Розакония не пытается это скрасить. То есть, для того, чтобы отстоять чисто единобожий, он иногда предписывает такие жесткие меры. Естественно, брать это в качестве образца для сегодняшнего дня, ну, значит, не замечать, что у нас еще был новый. Итак, пусть ничто из заклятого не прилипнет к вашим рукам. Да, то есть, такие вещи не делаются ради корысти. И тогда Господь оставит свой гнев и проявит к вам милосердие, и пожалеет вас, и сделает вас многочисленными, как и поклялся отцам вашим. Так будет, если вы будете слушаться Господа вашего Бога и исполнять все его повеления, которые я возвещаю вам ныне, и делать то, что угодно Господу вашему Богу. Вот одна из тех глав, где мы видим, насколько Ветхий Завет отличается от нового. Но еще и еще раз он проводит очень четкую границу между единобожием и язычеством. Если бы не было этой границы когда-то, то, наверное, и Новый Завет не возник бы. А если бы Христос пришел и начал проповедовать то, что он говорил, люди бы сказали, о, Сын Божий, ну, у нас их очень много, этих богов, этих сынов, ну, еще один пришел. Давайте и его на всякий случай запишем в Боге. Почему бы нет? У нас их уже тысяча один есть. То есть, без этого какого-то очень четкого выделения единобожия из средоязычества не был бы возможен и Новый Завет. Ну, Ветхий Завет местами действительно жесток, с этим мы ничего не можем поделать. А еще он отчасти мелочен, похож на какие-то архаичные правила. Об этом будет следующая, 14 глава. Чего есть, чего не есть, чего делать, чего не делать. Но у всех этих правил есть какой-то внутренний глубинный смысл, который больше, чем просто список разрешенных продуктов или там обрядов или каких-то предписываемых действий. Это все имеет определенный смысл, мы об этом еще поговорим. Продолжение следует...